Эх, знать бы где дедушка сигары да коньяк прячет. Вот бы детский день рождения получился. Из кинофильма «Пианино». Дорогие друзья, с МАК на Первом канале у нас в гостях сегодня музыкант Астраслов, аранжировщик, кулинар Евгений Маргулис, дамы и господа, собственной персоной. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что же сегодня мы, дорогой Женя? Ты знаешь, что я готовить не выношу на самом-то деле. Эти святые слова часто звучат в нашем алтаре. Да, вот, поэтому мы будем делать что-нибудь быстрое, суп-пюре, какую-нибудь индейку. Ну, такой вариант холостяцкой жизни, когда жена куда-то уехала, осталось какое-то количество продуктов. И к тебе, да, и к тебе пришли твои негодяи-друзья. Закадычные. Закадычные, да, их надо напоить и надо накормить. Поэтому вот берется вся требуха, которая осталась в нормальной жизни. Значит, что у нас сегодня в качестве требухи? Ну, что у нас в качестве требухи? Да все. У нас все. Ну, с чего мы начинаем? С индейки или с супа? А ты знаешь, что я не знаю, можно делать одновременно или нет? Как у нас принято? У нас принято, у нас формат, я бы сказал, гибкий. Так, мне нужна разделочная доска. Разделочная доска у нас имеется в большом количестве, я более того достану сразу несколько, чтобы ассистировать. Пожалуйста. Так. Не-не-не, я такими не умею, мне лучше маленькие. Так, знаешь что, давай, чисть мне цукини. Чисть мне цукини. Давай, я два, и ты два. Фраза в сундунах. Так. Почисти-ка мне цукини. Я, пожалуй, налью сюда немного воды, или ты нальешь? Нам нужна кипящая вода. Ты знаешь, мы ее потом вскипятим. То есть нам не нужно прямо в кипящую воду? Хороший. Хороший, да? Давай еще. Все, хороший, хороший. Так, так. Пока Ванечка сачкует, я буду делать... Ты будешь чистить. ...за тебя твою работу. Хорошо, давай. Я, подожди, у нас тут где-то была еще одна чистка. Женя, ну а воду нам нужно на газ поставить или нет? Да, пускай греется. Пускай греется. Ну, на маленький огонь. На маленький огонь. Так, мы ставим воду, накрываем кастрюлю крышкой. И ждем... Откуда этот рецепт? Конечно, сразу вопрос. Ты знаешь, жена научила. А дома готовит жена в основном. Дома готовит жена, да, и готовит она замечательно. Вот, я умею неплохо заваривать чай. Что это для мужчины, наверное, самое... Это самое оно, да. Я его тебе возьму, чтобы быстро так же стремительными движениями почистить. Слушай, а я возьму тогда вот такую кастрюлю, куда мы будем весь обратно... То есть мы должны сначала нарезать, да, все эти овощи? Да, нарез. А вот я вижу там еще... Ой, да, это я забыл принести, посмотри. Назовем это... Как это называется у нас? Брокколи? Брокколи. Но, друзья, я хочу сейчас вот всех удивить. Наша постоянная рубрика «Всмакия», которая называется «Удивительное рядом». Если вы присмотритесь, друзья, вы поймете, что стало прототипом гигантского дерева в фильме «Аватар». Что ее в этот момент Джеймс Кэмерон, когда писал сценарий. А могло бы быть и так. И летали бы на орлах. Так, мой ножик. Лысые тагары. Показываю, как это быстро все делается. Вот так вот. Дабы не париться, бог с ними, с хвостиками. Все, это у нас готово практически. Так, так, так. А ты знаешь, мы можем... Быстренько. Уже брокколи закидывать туда. Прямо небольшое количество воды. Да. А воды действительно небольшое должно быть количество. Небольшое, потому что мы же делаем суп-пюре. Да. Хорошо. Значит, брокколи как? Мы просто нарезаем... Вот так вот. Ты мешаешь на цихине? А их режь на маленькие такие колечки. Да, на цихине я сейчас тебе очищу. Так, так. А какие вообще блюда предпочитает... В это время суток. В это время суток. И во время... В это время года. Евгений Марков. Ты знаешь, я люблю хорошую кухню. Хорошую кухню? Плохую не люблю. Ну, такого, чтобы, знаешь... Вот самые обожаемые, как некоторые говорят, что я очень люблю японское, такого у меня нет. Да? То есть ты любишь просто... Я люблю просто хорошую... А нет такого... Слушай, ну ты же знаешь, что, например, Пол Маккартни человек... Вегетарианец. Вегетарианец, да. И огромное количество музыкантов вегетарианцы. Да. А есть ли такое в вашем коллективе? В вашем коллективе... Ну, у вас много коллективов. Нет. И в вашей среде. Нет. Нет такого, да? Ты знаешь, Бог миловал. Да. Интересно. Так. А давай начну сюда закидывать, а дальше уже посмотрим. А давай... Давай включи погромче. Нет, я сейчас включу погромче. Может, чтобы она хотя бы чуть-чуть... А нет, надо, наверное, еще. Воды. Ну, конечно, посмотри. У нас просто не хватит. Кастрюля мне не знакома, понимаешь ли? Эта кастрюля мне не знакома? Да. Знаменитая. Я над этой кастрюлей еще не работал. Да, так говорят пилоты-испытатели 21-08. Хороший, хороший. Вот так, все, да. И мы... Я закрою крышкой, чтобы это быстрее закипало. Делаем вот что. А ты тогда... Желтый или красный? Давай зеленый. Зеленый. Так. И тоже мы... Да, вынимаем... Четыре, да. Вынимаем кишочки. Кишочки. Именно так мы назовем. Скажи, Жень, а ты помнишь свое первое потрясение от кухни зарубежной? Какие были вообще первые у тебя гастроли или поездки? Первая поездка у меня была, как ни странно, в город Лондон. То есть все в Чехословакию, а в Лондон? Да, да, в город Лондон. Меня раньше никуда не пускали, а потом советская власть закончилась, меня пустили в Лондон. И первое, куда я пришел, я пришел в индийский ресторан. Индийская кухня была мне незнакома. Я не посмотрел, что против каждого блюда стоят там по пять перчиков, обозначающих степень... Остроты. Степень остроты, да. А ты думал просто количество... Ты знаешь, я ничего не думал, потому что и с английским языком было достаточно плохо, и объяснить я ничего не смог. Но были красивые картинки, которые меня страшно зацепили, и мне дико захотелось попробовать. Я с дуру попробовал. То есть первое, что я сделал, я лизнул чили перец, 16 кругов по потолку. О-о-о. Лучше бы не открывали, да. И последующая вся пища, которую я пытался загасить, загасить пожар моей души, была еще круче. Это было не то, что нервное потрясение, это был просто такой блицкрик. Так, значит, из перца мы удалили все ненужное, оставив исключительную мякоть. И вот пошел сельдереюшка. Да. Ненужные фрагменты сельдерея убрали. Запчасти. Да, запчасти. Так, это тоже можно убрать. Я возьму еще красивую эту тарельку. Давай. Так. Скажи, ну ты... Я. Достаточно. Находишься в прекрасной физической и спортивной форме. Но я набирал многие телефоны фитнес-клубов, ты не часто замечен в фитнес-клубах. Соответственно, я делаю вывод, ты правильно питаешься. Ты знаешь что? Есть ли какое-то правило, которое ты соблюдаешь, когда ты питаешься? Есть. Правило Уинстона Черчилля. Спорт и свежий воздух, вреды для здоровья. Нет, он был, конечно, замечательный дядька и прожил при памяти аж целых девяносто один год. Ничего себе. Жень, ты готовишься дальше, значит, что еще? Палочки мы тоже оставляем или нет? Ты знаешь, давай уберем. Палочки уберем. Укроп, да? Да. Как нам нужно нарезать перец, скажи мне? Нарежь вот так вот. А, ну мы же все равно это будем перемалывать. Конечно. Что-то переболим, что-то оставим уже для мяса. Работайте. Давайте. Значит, когда мой друг Макаревич был ведущим твоей передачи... Да, когда он держал меня за стенку и сады... Да, он всегда резал лук. Я с удовольствием это повторю. Хорошо. Да, так, еще одну досочку я беру. Угу. А разрежу его на 4 часа. Для того, чтобы не плакать. И огромное количество способов тут было в нашей программе использовано. Значит... Так. Сколько луковиц? Одну, одну доставку. Отлично. Морковочку чистим, подожди, давай ее быстро, моментальными движениями. Раз, два. Сколько нам? Две морковочки. Подожди, а мы туда же их в супчик? Нет, это мы в мясо положим. А это мы положим уже в мясо. В мясо. То есть у нас идет процесс подготавливания. Так, я знаю, где лежит мясо, я за ним полезу, пожалуйста. Да, я думаю, что оно в холодильнике и... Мясо индейка. Ну вот смотрите, друзья. Несмотря на то, что господин Маргулис настаивает на том, что здоровый образ жизни не для него, из мяса он выбрал именно индейку. Крежь кружочкой. Так, сейчас нарезаю. Насколько широк должен быть кружочек? Ну такой вот. Да. Так, а где-то еще у нас были яйца. Давайте-ка я еще заодно... Вы хотите отварить? Да, парочку. Парочку яиц? Парочку. Прекрасно, с удовольствием вам сейчас такую возможность предоставлю. А где же яйца? Вот они. Вот они. Да, господи, я же не давить. Вот у нас яйца. Парочку яиц. А как у нас зажигается газовая плита? Это сейчас сделаю я за вас. Лет 20 я живу с электричеством. Не в смысле жены, а вообще. Я газ уже зажег? Ага. Ну пускай они там варятся. Так, надо это посолить, чтобы они... Абсолютно верно. Вот это я... Я поддерживаю это начинание. Друзья, всегда солите воду, в которой вы варите яйца, и они у вас не треснут. Так, ты знаешь, мы практически все с тобой сделали. Подготовка у нас практически закончилась, да? Сейчас я дорезаю морковочку кружочками. Супер. Вот так вот. И даже вот так вот. Вот. А это... А это... Прекрасно. Это хотел выбросить. Прекрасный результат. Выбросить? Никогда. Завернуть в фольгу, поспать Макаревича. Друзья, у нас короткая пауза на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы знаете, что треска в переводе с венгерского означает осторожно, высокое напряжение. Посмотрите, товарищи, не иначе, как наш всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин палтусовой костью поперхнулся. Василий Шукшин. Калина красная. Дорогие друзья, смак на Первом канале. У нас в гостях сегодня Евгений Маргулиц. Ой, здравствуй. Ой, здравствуй. Как будто приятные интонации. Ой, да что вы мне говорите, здравствуй. Ты знаешь, я решил еще утоптать желтый. Жень, кипит брокколи? Давай, закидывай туда все барахло. Я закидываю барахло что? Вот это, вот это, вот это, да. Значит, барахло это цукини, сельдерей, укроп. Я хочу обратить внимание, зеленые тона выдержаны. Дальше мы берем вот это и вот это. И утаптываем. И все это утаптываем. Практически овощи у нас... Ой, пахнет фантастически. Давай. Клади. И мы накрываем это крышкой. Ты знаешь, накрываем, да, и потом мы... И пускай это кипит. Да, и потом мы на всякий случай посолим. Я хочу убрать кастрюльку на следующий огонь. Вот так вот. Ага, сюда поставим сковородку. Отлично. Поставим сковородку. А у нас яйца-то там как? Да, яйца закипают. Все нормально. Ты думаешь, вот столько хватит, да, нам? Ты знаешь, не знаю. Я не могу понять степень и размера сковородки. А сейчас давай мы сделаем первую порцию. Значит, смотри. Да. Давай рвать это мясо вместе. Давай. Давай. Делаем, вот знаешь, как без строганов. Такие небольшие. Да, я понимаю. Такие кубички. Потом мы закидаем с тобой мясо. Да. Будем ждать, пока оно побелеет. Да, схватится. Схватится. А схватится оно, чем лучше вы раскалите сковородочку, товарищи, тем оно лучше и схватится. Да, ну что мы будем делать? Я думаю, что мы сейчас будем делать вот что. Смотри. Давай. Давай, бери это все. Набираем. И Женя. Давай. Давай. Так. Вот это все. Вот и все. Вот так. Да, будем ждать. Она побелеет в одну секунду. Да. И как она побелеет, мы с тобой накидаем туда уже все. Морковку, потому что она достаточно долго жарится. Так. Ждем. Так. Будем переворочить. Жень. Да, мы драком. Пока мы стоим вот с красивыми руками, которые напоминают вам, что ты гитарист, а я друг гитариста. Мы играть? Нет, играть мы не... Пока нет, обязательно, потом. Ты можешь перечислить? Я просто знаю, что ты с огромным количеством великих западных музыкантов поработал. С кем тебе? Нет, ну как поработал? Я знаком со многими. А поработал. А поиграл? А поиграл, но вот последнее в домашних условиях я поиграл с Аланом Йоханнесом. Аланом Йоханнесом? Аланом Йоханнес в данный момент играет в команде «Тэм Крукет Велчерис», в которой играют Джон Пол Джонс, Дэйв Гролл и Джош Ом. Друзья, эти волшебные звуки для всей аудитории Первого канала. И вот я сейчас. О, школа китайского ресторана? Я называю это, да. Вот главный наш. Да-да-да. А так тебе? Нет, ну получается, вот еще чуть, смотри, сейчас вот уже пойдет сок, сейчас максимально. Еще чуть-чуть, да? Надо, чтобы она все-таки схватилась, стала. Ну да, да. Стала. Ну давай тогда, подбрасывай. Оп. 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 Напомнил мне, Ванечка напомнил замечательную историю. Давай. Я был в Баку, и нас возил водитель, и там масса красивых зданий. Я показываю на ногу, говорю, а вот это что такое? Он говорит, ногами играет. В смысле? Футбол, говорит? Футбол. Едем дальше, еще здание более красивое. Я задаю вопрос, а это что? Руками играет. Я говорю, волейбол? Да. Баскетбол? Да. Вот так играет. Это оказался концертный зал. Подбрасывай. Вот такая замечательная поездка в Баку, где в качестве гида выступал, мы уже поняли по голосу Юлий Гусман. Да. Все, вперед. Закладываем морковку. Сейчас мы это все перемешаем. Лук не туда. Нет, лук потом. Лук потом. Сначала пускай морковка. И вот пускай это жарится в таком состоянии. Морковка и индейка. Да. Так, знаешь, теперь мне хотелось вот что сделать. Вот я хочу все-таки посолить вот ту субстанцию. Смотри, видишь, длина уже идет. Все, вот сейчас можно это солить. Подай-ка я посмотрю. Она уже... Давай. Обратно. Ну давай, шваркли. Ну это немного, это такая соль. Я даже бы сказал вот так. Главное, главное не пересолить. Пересолить не получится. Так, сейчас. А есть чем? Вот. Вот. Смотри. Запах потрясающий. Так, ты знаешь, я думаю, что яйца, наверное, уже приготовились. Может, отставить их куда-нибудь? Отставить. Холодую. Холодую воду бросите. Конечно. Ледяная вода. Так. Ну, это прекрасно, тут все. Ну, в принципе, похоже. Дело идет. Похоже, да. Что дальше? Ты знаешь, теперь давай-ка мы начнем уже выкладывать. Лук порей. Лук порей. Лук порей бросим. Бросим лук такой, крупно-зернистый. Да, смотрите, как прелестное, какое блюдо получается. Главное, главное не упираться по поводу красоты. Будет все равно это красиво. А вы знаете, Евгений, я бы не стал с вами в этом смысле соглашаться. Мне кажется, это очень красиво. Я тоже так думаю. Вы как-то выдерживаете и, я бы сказал, и цветовую палитру. Так, а суп-то, поскольку мы будем перемалывать. Слушай, а нет просто миксера? Вот такой на палочке, прям, чтобы вы в кастрюлю. Чтобы здесь прямо? А ты знаешь, а вот мы зато сможем туда вынув овощи, а потом доливать бульон, чтобы добиться нужной консистенции. А, тоже верно, да. Понимаешь? Так как в кустах у нас есть борг, то, естественно... Ну, о чем мы говорим. Так, теперь ты знаешь, ну дай-ка я попробую. Давай. Нет, это только-только, его надо накрывать. Просто прикрывай. Дорогой Евгений, часто ли вы отправляетесь в путешествие? Часто ли вы уезжаете? И какие континенты и страны наиболее привлекают вас, как путешественника, художника и гурмана? Мне нравится Америка. Америка? Да. Для вас изобретение Америки бумажные полотенца. Бумажные полотенца, да. Так. Мне нравится Африка. В Африке? И как часто ты был в Африке? Ну, раз в четыре. Ну, хорошо, ну вот Африка, какая еда, конечно, мы же говорим про кухню. Ты знаешь, ну мясо, в основном мясо, но я хочу сказать, что по мясу, конечно, чемпионы это Аргентина. Да? В Аргентине сумасшедшее совершенно мясо. То ли они кормят какими-то своими аргентинскими приправами. Во-первых, в Аргентине круглый год зеленая трава. Как и в Новой Зеландии. И танго. Да, и танго. Коровы, танцующие танго. Танцующие танго. Да. Приобретают отличную мясистость. Вот. Посмотрите, как это выглядит потрясающе. Ну, уже-то пошел такой человеческий дух. Ну-ка. И ты хочешь чуть-чуть добавить туда еще и мясо? Да, такого. Обратите внимание, друзья, хронология важна. По-моему, уже какое-то аргентинское блюдо у нас сейчас. Карнавал, я бы разумею. Карнавал. А какая нам нравится? Это все вот это, Вара, верно. Так. Ну, я сейчас-то чуть-чуть помешаю. Потом мы добавим туда вина. А-а-а. Тогда я закрываю. Да, добавим вина. Потом начнем солить. Дорогой Евгений. Перчить. Хотел бы я предложить сейчас делать вот что. Все-таки переложить, для того, чтобы быстрее остыли. Ну, поменьше заняло времени процесс остывания овощей. Мы выкладываем зеленые овощи, которые у нас сейчас будут перемалываться в блендере. Та-ра-ри-ра-ру-ри. Так, друзья, стынут овощи. Евгений Маргулис мелко нарезает зелень. Мелко нарезает беса. Давай, бросай их туда. Сейчас, секунду, я, Жень, покину тебя. У нас короткая рекламная пауза на Первом канале, после которой мы вернемся. И вы узнаете, что капучино в переводе с белорусского означает «товарищ командир, немцы капитулировали». Слушайте, а что это там за странная компания в доме актера сидит, выпивает? А ничего странного, это Болдин, Маргулис и Катю Шаврину пригласили. Из кинофильма «Женя, Женечка и Катюша». Дорогие друзья, слава на Первом канале. У нас в гостях сегодня один из участников этого импровизированного трио – Евгений Маргулис. Ну что? Ты знаешь, мне даже нечего сказать после такого представления. У нас есть знаменитые стихи, написанные Андреем Макаревичем, посвященные Евгению вам. Ну-ка. Я процитирую целиком стихотворение. «Гляди, Маргулис, как куропатки на тарелке изогнулись». Вот и не работает, а? Немножечко. Значит, Жень, яйца у нас сварились. Так. Нам нужно открыть… Да. Ой. Давай туда сейчас бросим красного любого вина. Любое красное. Вот смотри, у нас есть хорошее сухое красное, есть не очень. Не очень хорошее, да. Не очень хорошее. Прекрасно. Тогда не очень хорошего красного вина, и я думаю, что мы можем смело уже начинать перемалывать суп-пюре. Абсолютно. Моментально. Так. Действительно не очень хорошее вино. Не очень много, только неси его. Да? Да. Ну, допустим. Допустим. Да, вот так. Да, теперь давай мы слегка подсолим. А есть соя? Соевый соус? Да. Есть, конечно. Чтобы с солью не завязываться, потому что… Ну, например, вот так. Допустим, так, да. И давай перцу еще. Ну, перца уже, конечно, молотого. Молотого, да. Давай, сейчас я это сделаю. Так, так, так. Нам нужно дождаться пока. Вот так вот. Да. Я думаю, что вполне. И вот теперь мы можем это быстро попросить маэстро Маргулица перемешать. Перемешать, да. А я уже начинаю закладывать овощи в… Закладывать овощи… Так, слушай, а мы знаешь, что забыли сделать? Мы забыли слить с тобой немного бульона. А это мы сейчас делаем. Мы даже не будем это сливать. Мы возьмем поварешку и будем наливать прям поварешкой туда. Это мы сейчас добавим. А вот, Жень. Да. Ответ на вопрос, который меня мучает давно. Ты сам себя больше считаешь басистом или гитаристом? Конечно, басист. Ты басист? Конечно. Ой, друзья, это так все-таки… Гитару от безнадёги. От безнадёги. Так. Ну что, я думаю, что половничек, да? Ну вот смотри, у нас в принципе все здесь хорошо. Мы можем сейчас… Более того, у нас есть специальное отверстие, в которое мы можем доливать. Там сейчас хватит. Вот она, крышка. Давай все-таки немножко добавим. А мы сейчас его потом будем попозже добавлять. Смотри. Иван Андреевич, да вы колдун. Да, это не я. Вот смотри. Сейчас он будет так… Видишь он… Слушай, давай водички. Да, вот сейчас можно уже добавить водички чуть-чуть. Более того, я бы добавил, еще честно тебе могу сказать, обратно. И еще и… Ну добавь еще раз. Овощей здесь добавило. Да, вот мы можем прямо, прямо вот так. Я могу кастрюлю подержать. Нет, 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 это было бы чересчур. Щедро. С вашей стороны. Вот так. Ну давай вот сделаем. Нет, я думаю много. Достаточно, да? Хорошо. Хорошо. И все это… Да. Еще раз. Размешиваем в клочке. Вот так. Сливки прямо туда или в тарелочке? Ты знаешь, что да. Туда, да? Еще раз. Да. Делаем вот так. И вот теперь это получается. Жень, что там у нас наши… Наши… Наши индейки. Индейки. Можно выключить? Знаешь, что я бы сделал? Вот прям на… Прям пять. Да, какой пять? Три минуты. Три минуты, чтобы оно покипело без крышки. Вот чуть-чуть. Давай. Чуть-чуть. И тогда будет… Ну я думаю, что уже в принципе готово. Дорогой Евгений, могу ли я попросить вас руками басиста разломать это яйцо в клочке? Да, я что-то за себя и не ручаюсь. Боюсь я… А дай мне тогда, знаешь, что вот эту доску твою красивую… Досочку я тебе сейчас дам. Вот, смотри, прямо такая вот. Вот, сюда. И что, и в принципе мы можем по большому счету уже доставать тарелочки? Конечно. Так. И в общем-то у нас практически уже все как бы. Как ты мой любимый маленький ножик? Любимый маленький ножик находится… Ого, ого. Вот, прошусь. Давай. Значит, что это за ненадобностью? Мы все-таки отрежем. Ох, какая получилась. Я не могу сказать, что это красиво. Нет, Евгений, я могу это сказать за вас. Что же? Ну что же. Давай, наливай. Так начинается, друзья. Ну? Да, давай. Хорош. Так. Дальше. Будем считать, что это красота. Итак, рассказываю, как все это готовится. Мы взяли зеленые овощи. Цукини, брокколи, зеленый перец, сельдерей, зелень. Почистили сначала, положили брокколи, залили большим количеством, достаточно большим количеством воды. Через какое-то время добавили все остальные овощи. Все это закипело. Добавили перец, добавили соль. И довели это все до готовности. После чего мы это измельчили. Добавили туда сливки. Сверху положили красиво порезанное, вкрутую свареное яичко. Да. Немножко зелени. Прекрасно. Вот это прекрасно. Ммм. 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 Прежде чем мы придем к дегустации индейки, друзья, то, что позволит нам нагулять аппетит. Песня. 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 Итак. Песня. 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 И ты вернешься ко мне дальше сольяки. Или сольяки кастрюльки? А я уже начинаю. За тарелочками пошел солирующий инструмент. И в этот момент под музыку Евгенево рулется. Прямо сейчас у нас на кухне смака появляется и язвейка, приготовленная по рецепту. мастера, друзья. Ваши аплодисменты. Так. Все есть. Надоело. Дорогой Женя, я могу попробовать напомнить самому себе и всем нашим зрителям, как мы готовили вот это блюдо. Да так же. Так же легко. Значит. Так, подожди, дай я попробую, а то, может, подожди, 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 подожди. На раскаленной сковородке мы быстро обжарили филе индейки, порезанное, как без строганов, с небольшими кубиками. После чего добавили туда порезанную кружочками морковку и дождались того момента, когда морковка стала мягкой. Уже можно было плавно накрывать периодически этой крышкой, чтобы потихонечку это начинало томиться. После этого добавили порезанный лук порей, порезанный на четыре части и разломанный руками репчатый лук. После чего, через какое-то время, добавили уже болгарский перец. Добавили туда... Дрянного вина. Дрянного красного вина, соли молотого перца. И соевого соуса. А не соли, а соевого соуса. После этого будет делаться так, чтобы вино и винные пары окончательно испарились. А вкус, прекрасный вкус, счастья, радости, свободы и Аргентины осталось. Я же не знаю, давай попробуем. Женя, обратите внимание, как тебе. Ай. Так, ну что же. Цепляй овощи. Друзья, я прошу вас проаплодировать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 От нашего спонсора. Фильтр для воды Аквафорд с уникальными волокнами Аквален, позволяющими кристально чистой делать воду. Вот так. Давайте поаплодируем. Спасибо. Евгений Марголец. АПЛОДИСМЕНТЫ Я прощаюсь с вами, друзья, до наших следующих утренних посиделок. Помните, что когда вы нас включили в следующий раз, мы расскажем вам, почему украинское издание биографии жизни великая актриса Сара Бернард вышла под названием «Цесарка». До свидания. Цесарочка.